Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. Доедаю пудинг, вспомнила, что я вам обещала все рассказывать. Это у меня хурма, ну, в общем, пудинг с хурмой, я подробно расскажу, как делать и для чего. Это у меня, дорогие мои, чия, семена чия, киноа и семена амаранта. Вот такая смесь семян, я питаюсь не так, как все люди питаются. Вообще в современном мире еда, которую мы употребляем в 21 веке, она должна быть не просто питательной, но и укреплять здоровье. Почему? Да потому что каждый день модифицируются всякие разные вирусы, появляются какие-то инфекции, и только люди сильные, а сильные люди иммунитетом – это люди мудрые. Они всякую нечисть в себя не вкидывают и в своих детей. И поэтому вот сильные будут выживать, а значит и мудрые будут выживать. Это хорошая новость, между прочим. Я как нутрициолог со стажем, это же у меня все-таки хобби уже не первое десятилетие, то я в рацион включаю такие продукты, которые максимально несут значительную пользу организму. И вот сейчас на пике популярности семена Че. На самом деле они уже на пике популярности, наверное, последние лет 7, о которых лет 7 назад еще многие не знали. И рецепты на их основе просты, имеют высокую питательную ценность. На видео я эти семена записывала 6 или 7 лет назад, там посмотрите на видео. И вот Че пудинг – это один из моих любимых пудингов. Его часто можно встретить в десертном меню, в каком-нибудь ресторанчике. Но вот мое Че десерт, или бывает я заменяю ужин, либо завтрак вот этим вот пудингом. Почему я Че люблю так очень? Кстати, я туда добавляю еще кунжутные часто семена кунжута и льна. Но семена Че, они содержат 20% белков, 34% жиров, 25% пищевых волокон и большое количество антиоксидантов. А это значит противораковые вещи. И вот они особенно богаты линолиновой и другими омега-3 ненасыщенными жирными кислотами. И за это я очень их уважаю и люблю. Семена Че для меня это источник растительного кальция. Мы знаем, что есть животный кальций, есть растительный кальций. Это укрепляет, очень хорошо укрепляет кости, кожу, волосы делает такими блестящими. И мне это тоже подходит. Это молодость, просто молодость. В 100 граммах семян содержится 631 миллиграмм кальция. Представляете? То есть в два раза больше, чем в стакане молока. Ну и, конечно, это зимний продукт. В основном зимний продукт для укрепления иммунитета. Комбинация семян и молока. Вот что такое Че Пудинг. Но опять-таки, молоко-то я беру какое? Козье! Козье, дорогие мои! И перехожу к рецепту. В общем, берем вот на такую порцию 3 столовые ложки семян, 1 стакан любого молока, но я, конечно, советую козье. Семена заливаем молоком. Кстати, можно и кокосовое, растительное молочко, овсяное молочко. У меня на канале есть я делала. Зайдите на плейлисте кулинарии. У меня такое питание. Наверное, не каждый так питается. В общем, у меня питание изумительное. И оно просто вас изумит. Именно поэтому оно изумительное. Что оно от слова изумлять. Каждое питание не просто так, а для того, чтобы жить в здоровье. И вообще не болеть. Вообще не обращаться к врачам. Вообще в своей жизни не использовать никакие химические препараты, таблетки, капли, ничего абсолютно. В общем, взяли 1 стакан и 3 столовые ложки семян. Все перемешала в стакане молока и оставляю в холодильнике на ночь для набухания семян. Если нет времени, то хотя бы на час. Ну, я заранее говорю. Дальше что делаем? Взбиваем в блендере хурму. Ну вот я хурму могу просто класть, как я вам показала. Вот. Но лучше, конечно, идеально, если взбить в блендере. И выкладываем сверху в стакан. Все. Все готово. Вот вам, пожалуйста, пудинг. Если вы с вечера приготовите, чтобы разбухли эти семена, туда можно еще и лен, и семена льна тоже добавить, то у вас будет завтрак готов. Изумительный. А если вы днем это сделали, то к вечеру у вас будет ужин готов. Изумительный. Все. Когда заранее в холодильнике у вас стоят вот эти вот приготовленные семена, то утром вы делаете их просто за 5 минут. А для фруктового слоя можно использовать любые перетертые фрукты и ягоды. Просто сейчас идет хурма. А нам же надо добавить сладость. Для детей, кстати, можете добавить меда. А мне сладости сюда от хурмы достаточно. Хурма, она же сама как... Я беру хурму переспелую. Она самая подходящая для этого десерта. Переспелая. Чтобы совсем не было никакой вязкости. Вот именно такую хурму. Это сладкий, сочный плод. Вообще это ягода, если честно. И знаете, что я хочу сказать? Что от хурмы косточки ни в коем случае не надо выбрасывать. Сушите, перемалывайте в кофемолке, заваривайте как... Можно еще слегка в духовке поджарить и заваривать как чай. Это напиток будет замечательный, очень полезный и вкусный. Я люблю сезонные фрукты. И вот в состав хурмы, сейчас сезон, там такие витамины. Группы А, С, П, микро-макроэлементы. Это кладовая, кладовая. Во-первых, это эластичность кровеносных сосудов. Потому что А, С и П. Там большое количество микроэлементов в мякоти. Таких как калий, а это сердечная мышца. Для сердца... Причем здесь калий, магний, каротин. Вот оранжевый цвет, это всегда каротин. А это все незаменимо для профилактики раковых образований. Мое питание нацелено на противораковую профилактику. Противораковую. Это самое главное. Держать свою иммунную систему на высоте. А о вирусах я даже вообще не говорю. Они даже вообще не приближаются ко мне. Потому что вот сезон, вот Бог дает, вот мы берем и с мудростью это компонируем. Еда, посмотрите, она очень проста по приготовлению. И она живая. Помимо прочего, в хурмеж большое количество белков, органических кислот, дубильных веществ, углеводов. Самое главное, йода. Йод, там йод, кальций, натрий, марганец, железо. До 15% в составе фруктозы, глюкозы. Это прекрасный антиоксидант. И замечательная ягода. Используйте. И не забывайте семена поджаривать в духовке. И их можно использовать вместо кофе. Это одно из разнообразий. Не надо зацикливаться чаем и делаем сами, как у меня есть на канале. Напитки разные у меня есть на канале. И вот один из напитков, это когда вы перемалываете семена хурмы. И делаете изумительный напиток. Кстати, вы и удивите людей. И в то же самое вы их оздоровите. Ведь что губит людей? Традиционность. Губит традиционность. Вот я считаю, такие ограниченные люди, люди ограниченного ума. Так мягко, если выражаюсь, чтобы не обижать. Смотрите, они всегда говорят. Вот моя еще прабабушка. Вот наши предки еще ели картошку жареную. А вы говорите, что ее нельзя. Да крахмал. Вкидывайте себя сколько хотите тот крахмал. Крахмайте свой организм. Крахмал в организме превращается в крови, в сахар. Сахарите себя сколько хотите. Упивайтесь спиртным сколько хотите. Любое спиртное превращается в крови, в сахар. Убивайте печень. Я лишь хочу донести до своих родных и близких. Плюс моя интернет-семья присоединилась. Это все те благословенные люди, которые умеют внизу написать слово спасибо. Потому что от этого спасибо мне хорошо на душе. И мне хочется еще творить и делиться дальше тем, что я знаю. С огромным удовольствием. Все. А кто не знает, просто проходит мимо. Не надо писать гадости, потому что они будут все равно удалены. И моим редактором. Их все равно там не будет внизу. Этот канал только на позитив. Этот канал только на здоровье. Этот канал только на благословение людей. Только на мудрость и на любовь. И на радость. Вот. Поэтому вот этот продукт. Это противоаномийный. Деткам обязательно даем. Не будет никаких простуд, никаких ангин. И полоскать теплой хурмой, соком хурмы теплым. С водичкой разводить. И полоскать в горло замечательно. Это у кого танзелиты, у кого ангины и так далее. Дальше. Обязательно хурму нужно употреблять. Можно даже на вечер. Потому что успокаивает нервную систему. Поэтому я сегодня ем на вечер. Прекрасное мочегонное свойство. И промывает почки. И предупреждает развитие мочекаменной болезни. В таком сочетании эта ягода хурма. Этот плод прекрасно усваивается организмом. Вот молочное и фрукты. Вот они вместе. Вот этот дуэт замечательно усваивается. Не по отдельности, а вместе. Это вы знаете, когда вы на терку трете морковь. Даже хотя бы просто съесть. Или делаете щетку салат. То если вы капните несколько капель оливкового или льняного масла. То усвоится лучше, чем просто сырой потертый морковь. Вот точно такая система работает тут. Если вы ягоды употребляете в йогурте. То усвоение в кровь будет лучше. Не в жир, а в кровь. Именно как чистка крови и печени. И вот этот продукт оранжевый. Он также хорошо влияет на зрение. Все оранжевое. Запомните, это зрение и печень. Зрение, печень и желчный. Это все оранжевое и желтое. А раз печень станет хорошим вам фильтром. То и кровь будет хорошая. Потому что фильтровать кровь будет. Вот такие вот уникальные вещи. Не зацикливайтесь утром на бутербродах. Прекратите обклеивать своих детей хлебом. Прекратите в них впихивать хлебобулочные изделия. Заклеивать их кишечник. Потому что любое хлебобулочное – это мука. Мука – это клейстер в организме. Это клейстер. Вы заклеиваете кишечник, ребенок ничего не понимает. Плюс он еще идет в школу и там еще булочку какую-нибудь цепляет. Потом возвращается, вы ему еще впихиваете. Суп с хлебом, тост с хлебом. Там еще и картошку ему впихиваете. И что получается? Иммунитет на нуле у ребенка. И вы не поймете, почему. Все же нормально было. Пюрешечку давала, картошечка в супе, в борще, хлебчик, бутербродчик, макарончики. И все. И все. И ноль. Иммунная система ноль. Организм отказывается. Он говорит, хватит ли пить. Хватит в меня муку впихивать. Клейстер делать из меня, заклеивать все кишки. Хватит. Хватит в меня впихивать ту картошку, этот крахмал. Хватит макарончики эти. Не нужны они мне. Делайте пудинги. Делайте смелее. Меняйте рацион. Учите, приучайте к культуре питания свою семью. Чем раньше, тем лучше. А ваши детки, они уже не смогут тогда употреблять жареные котлеты. Ну, вот этот весь мусор. Мусор скудаумных людей. Жареный картофель, кто делает макароны, жареные котлеты. Ну, вот это вот скудаумие. Будьте интеллигентными в питании. Будьте интеллигентными людьми в питании. Научитесь правильно питаться. Для меня великий пример питания – это, конечно, королева Елизавета. Она меньшая, я не согласна. Здоровья вам, любви, всего самого наилучшего. Пусть Бог благословит вас и ваших детей обильным здоровьем и мудростью. Люблю вас. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова